В Чебоксарах тестируют троллейбус, который может обойтись без проводов. Машина заряжается прямо на ходу и может проехать автономно до 20 километров. Это первый российский город, где экспериментальный транспорт проходит обкатку. Марина Рябцева с подробностями. Тестирование в депо пройдено. Сегодня новый троллейбус впервые выехал в город. Проверка всех механизмов пока проходит без пассажиров. Современнее и комфортнее по езде и в плане водителя то, что на старых троллейбусах кресло водителя вообще не регулировалось и было в одном положении. А на данном троллейбусе есть несколько регулировок, которые можно построить под себя, под спину, под поясницу. Еще одна особенность этой модели – видеокамеры. В троллейбусе их 13. Они установлены не только в салоне, но и на крыше. Есть и камеры-дублеры, зеркал заднего вида. Очень удобно. Когда задний ход включаешь, видно сразу какие-то препятствия или что. Низкий пол, широкие двери, USB-разъемы для зарядки телефонов и система климат-контроля. Одновременно в троллейбусе могут ехать 85 человек. Этот троллейбус оснащен системой книлинг. То есть во время остановки водитель может наклонить его вправо, в сторону двери, и создать более низкую платформу для входа и выхода. Это особенно удобно для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, маломобильных и пассажиров с колясками. Этот троллейбус пока единственный в своей серии. Опытный образец, собранный на заводе КамАЗа, чебоксарские транспортники взяли на тест-драйв с прицелом на будущее. Хотят обновить такими машинами свой автопарк. Новые троллейбусы, они отличаются принципиально типом двигателя. Там расположен асинхронный тип двигателя, он более экономичен. И производители заявляют до 30-35% экономии по электроэнергии. Главное преимущество нового троллейбуса – работа в автономном режиме. Он способен проехать без подключения контактной сети до 20 километров. Такой транспорт может обслуживать новые микрорайоны Чебоксар и участки между городами. В перспективе мы планируем уже организовать маршрут между двумя городами. Участок, который будет проходить троллейбусы без контактной сети, он порядка 5 километров. Ну и в целом по городу будут такие участки без контактной сети. Троллейбусный парк Чувашии сейчас изношен на 80%. В следующем году республика планирует приобрести 132 новых троллейбуса. Результаты тест-драйва новой модели КАМАЗа власти учтут при закупке электротранспорта.